Чудеса и приключения Три главных наших героев. Вот на баннере вы их видите. Это профессор Чипов. Его ученик маленький Чип и у них еще умная собака Чапа. Профессор Чипов у нас в журнале ведет научную страничку. Маленький Чип участвует во всяких приключениях и путешествиях. А собака Чапа ведет страничку четыре лапы. Далее школьники узнали много нового о животных, странах, загадочных географических объектах, известных путешественниках и их исследованиях. Самые любознательные и внимательные могли поучаствовать в викторине и получить призы. Я надеюсь, что после этой встречи дети познакомятся с этим журналом, будут принимать активное участие в наших конкурсах и просто читать наш журнал. Потому что он очень интересный и познавательный. Цель нашего журнала – познакомить детей с нашим окружающим миром, привить ему любовь к чтению. Концепция нашего издательского дома состоит в том, чтобы от мала до велика, то есть от ребенка и до взрослого читателя, сохранилась преемственность. Преемственность культурно-познавательная. То есть ребенок, наш детский журнал «Чудеса и приключения детям» рассчитан в основном аудиторией на начальную школу. Когда ребенок приходит в школу, начинает процесс активного чтения, постижения знаний, наш журнал ему помогает. Он может ему помочь готовиться к домашним заданиям. Он открывает для него мир. Там есть интеллектуальные конкурсы, викторины, кроссворды. Встреча получилась действительно интересной и очень познавательной. Зачем Миклуха Маклай поехал в Новую Гвинею? Где находится озеро Бездонное и есть ли у него дно? Обо всем об этом сегодня ребята узнали в Видномской библиотеке. Мне понравилось больше всего Бездонное озеро. Там как погружались люди на 11 километров вниз. То, что первые люди увидели рыбу и доказали то, что есть жизнь под водой. Мне понравились персонажи этого журнала «Чип». Еще мне понравилось, как Маклай путешествовал по миру. Он даже подружился с аборигенами. Игротека, где задания и очень хорошие истории. Например, про того же Миклуха Маклая. Очень интересная история. И я узнал, что есть улица в честь этого человека. Что нового сегодня узнал для себя? То, что есть такой журнал. Когда ребята немного подрастут, они смогут продолжить увлекательное путешествие в мир загадок и тайн вселенной уже на страницах и других журналов издательства. Екатерина Борисова, Владимир Пижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.